новое утро наконец-то выспалась после всего того что было после наших переездов и после того как искали квартиру вот оно доброе утро и так чего начинается утро обычно утро начинается с того что хочется выпить кофе но сегодня я решила начать утро с того чтобы показать вам апельсиновый сад и мне самой очень хочется на него смотреть снова и снова вот кстати кимчи которые делали она уже в холодильнике а вот как туги кимчи из дайкен редьки еще здесь посмотрите сколько сока дало это кимчи рецепт кстати приготовление кимчи из дайкен редьки есть на канале но сегодня не об этом хотела показать вам именно вид с балкона с этого начать и мое утро и может быть и ваше вот там у нас сад это сад с апельсинами все еще не было времени туда сходить там еще маленькая речка течет и надо найти место как ее переходить в общем очень хочу вам показать апельсиновый сад сама туда сходить а вот там чуть-чуть слева видно горы красота не правда здесь всегда так свежо пахнет не говоря уже о том что вот в той стороне в той стороне у нас море оттуда все время приходит запах моря и здесь всегда свежо и за счет того что горы рядом в общем вот такая красота и самый главный point сегодняшнего утра это апельсиновый сад куда мы с вами обязательно сходим пока вы любуетесь пейзажем горами и апельсиновым садом расскажу о чем сегодня вообще буду рассказывать в сегодняшнем обзоре о том как мы ходили здесь по местному инстанции инстанции и делали налоговый номер переписывали на себя свет и воду в квартире ну и в общем все об этом все эти действия необходимы которые мы предпринимали для того чтобы здесь жить для того чтобы оформить и комет вид на жительство в турции так что кому интересно полезно смотрите и любуйтесь пейзажем в первую очередь хочу рассказать о том как оформить налоговый номер для этого нужно было раньше поехать в налоговую но сейчас а в связи с условиями на пандемии карантина комендантских часов так далее вы когда туда приедете вас потом просто напросто отправят на сайт чтобы вы оформили заявку электронно и так получили свой налоговый номер через сайт но здесь на всякий случай я покажу адрес вдруг что-то поменяется к тому времени как вы будете это делать когда вы туда придете вас попросят предъявить и ваш хискод и только с хискод после того как вы предъявите вас пропустят здание нужно будет поднявшись по лестнице главного входа повернуть направо и зайти вот в эти двери здесь раньше делали все при вас выдавали паспорт оттуда списывали данные и давали вам налоговый номер а сейчас нужно зайти на вот этот вот электронный адрес и по этому в адресу там вы находите форму которые должны будете заполнить пользуйтесь интернет эксплойлером этим веб-браузером потому что на других все будет зависать и может быть и не проходить ваша заявка поэтому лучше пользуйтесь этим веб-браузером вот здесь вот вы увидите аппликацию здесь будет также и английский язык я пользовалась латиницей для того чтобы ее заполнить сюда вы вписываете а ваше имя здесь я просто так например какие-то имена вписываю вашу фамилию и выбирайте свой пол мужчина женщина и затем вводите имена ваших родителей если у ваших у вас не совпадает фамилия с вашими родителями или у них у обоих разная фамилия то тогда вы указываете не только имя но и фамилию затем дату своего рождения вы выбиваете там сбоку можно ее выбрать и указывайте свою страну из какой вы страны а здесь будет на турецком но вот российскую федерацию найти не трудно и также вы должны указать код своей страны вы просто там списке опять же находите например российскую федерацию и все далее вы указываете свой номер нужно указать именно турецкий номер здесь заранее стоит ноrik там дальше вписывайте номер и затем свой адрес именно в той стране из которой бы если у вас нету виды на жительство в турцию нету и комета то и вы здесь по своему заграничному паспорту но тогда указывайте адрес своего проживания из в той стране из которой вы и по какому паспорту вы сюда въехали затем серия номер паспорта и даты выпуска и окончания. И затем вы вбиваете вот эти вот номера, код подтверждения, вот этот вот, который они вам предлагают, вносите его в поле и нажимаете вот эту голубую кнопочку «Подтвердить». И вам тут же выходит ваш налоговый номер, который можно распечатать. Следующее. Оформление счета за воду на свое имя. Вы арендовали квартиру и теперь вам нужно переделать воду и электричество на свое имя. Мы арендовали квартиру в районе Лиман и поехали в отделение в Коне-Алты для того, чтобы это сделать, которое занимается этим водообеспечением. Здесь я показываю на карте сразу же адрес, куда мы ездили и как найти это место. Здесь будет очень красивый вид на море, так что не упустите возможность им полюбоваться, потому что здание находится прямо-таки, можно сказать, почти на берегу моря. Для того, чтобы это сделать, нужно будет спуститься вниз по лестнице с верхнего яруса и завернуть вот сюда. Вы сразу видите, это будет прямо сбоку от ступенек. Здесь у нас не требовали предъявить ХИС-код, мы просто прошли. Конечно же, везде нужно было ходить в масках, соблюдать дистанцию. Это было обязательно. Документы, которые вам потребуются. Ваш паспорт. Если у вас нет и комета, вида на жительство в Турции, то ваш заграничный паспорт. И также договор об аренде, то есть квартира, которую вы снимаете. У вас снимут с ваших документов копии, с вашего паспорта, из договора об аренде. С вас также возьмут 88 лир для депозита, который, если вы не используете, то вам его вернут, когда вы будете снимать этот счет на воду со своего имени. Делается это тут же. И вы можете закачать себе в Google Play Market вот такое вот приложение и отслеживать все через приложение и также делать оплату. Далее. Оформление счета за электричество на свое имя. В принципе, происходит все по той же самой схеме, как это было с водой. Вот здесь я указываю адрес, куда ездили мы непосредственно в связи с тем, что мы находимся в районе Кони-Алты. Вы, когда вобьете в систему то, что вам нужно именно это самое отделение по электричеству, там будут несколько вариантов адресов. Документы нужны те же самые, ваш паспорт или комет, то есть ваш заграничный паспорт или комет и, соответственно, договор об аренде. С вас возьмут в данном случае 126 лир и они уйдут на депозит. Соответственно, если не потратите, он вернется. И списывать свое имя тоже надо здесь, потом с этого счета. Когда будет съезжать с квартиры, нужно заполнить вот такую форму перед входом в учреждение. Далее. Открытие счета в банке. Раньше все это было достаточно просто, то есть до того, как началась пандемия и вся эта история, можно было легко открыть счет в банке. По крайней мере, если вы являетесь гражданином России, достаточно было заграничного своего паспорта и налогового номера. Мы зашли в несколько банков и в каждом все говорят по-разному. Например, в Зиратбанке нам сказали, в одном отделении отказали, в другом сказали, что могут открыть при условии, что мы положим 40 тысяч лир на счет. Но, допустим, в другом банке нам согласились открыть счет, но сказали, что нужны выписки по оплате за электричество из-за вашего адреса, по которому вы прописаны в своей стране проживания. В общем, немного все сложно, поэтому мы решили дождаться и комета, и уже с полученным и кометом открыть себе счет в банке. Надеюсь, эта информация была вам полезна, интересна. Если есть какие-то вопросы, оставляйте в комментариях, постараюсь по возможности на них ответить, исходя из уже полученного опыта. Лайкайте, подписывайтесь и не пропустите новые выпуски жизни в Анталии.